Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я не могу сказать то, что не чувствую Прошу тебя, не бойся Нельзя бояться любви Будь честна сама с собой Речь о твоей жизни И жизни Иву Пусть хозяин сам подумает о своей жизни А я подумаю о своей Так что, простите меня, пожалуйста Я уже привыкла попадать в историю Но никогда так серьезно Что ты хочешь сказать, что ты не... Если бы мне были нужны деньги То я бы сделала, как вы советуете Только представьте, как бы я жила Как королева Ела бы все, что захотела Покупала все, что угодно Но я не могу, сеньор Потому что я верю в любовь И не испорчу свою жизнь ложью Минутку, я тебя не понимаю А что здесь понимать? Я же говорю, что не люблю его Как не любишь? Простите меня за это, сеньор Но я сказала честно Все как есть Вам понятно? Понятно? Да, понятно А теперь, если позволите Мне пора работать Подожди Постой минутку Но ты мне говорила совсем другое Все в порядке, сеньор Миранда Прошу вас Прошу Но она тебя любит Вы ее слышали? Но она любит тебя Она говорит неправду Она любит тебя Любит? Нет Просто она долго меня обманывала Но теперь сказала правду Фильм Рауля Лековны В главных ролях Наталья Аррера И Факунда Арана Дикий ангел Автор сценария Энрики Торрес В фильме снимались Фернандо Мистраль Вероника Вейера Лидия Ламайсон Виктория Анетта Норберто Диас И другие Энрики Торрес Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Энрики Торрес Режиссер Эрнанд Абрамсон Нельзя сдаваться так просто, Ива, ты не можешь Вы ее слышали? Слышал? Если ты не можешь быть с этой девушкой, по крайней мере, не надо жениться В пятницу состоится моя свадьба, но не волнуйтесь, я буду счастлив Ты не можешь быть счастлив без женщины, которую любишь Я люблю Флоренцию, хотя она женщина твоей жизни Я люблю ее, и мы будем счастливы, ясно? Что ты здесь делаешь? Мы разговаривали Конечно, разговаривали, а о чем? О любви Да О той любви, которую чувствует к тебе этот человек, мама Потому что, я думаю, ты разводишься с папой из-за этого сеньора Что ты говоришь? Интересно, знает ли об этом папа? Иво, ради бога Ничего я не скажу ни слова Но ты, мама, хорошо бы ты поговорила с папой и расставила все точки нады А теперь, если позволите Ты сказал ему, что ты его отец? Нет Но, кажется, я не смогу этого долго скрывать Нет, пожалуйста, я обещала, что я сама ему расскажу Не так-то это легко, но я попытаюсь Ты уже подала на развод Внесите пожертвования Помогите бедным детям Помогите, чем можете Брат Дамиан Брат Дамиан Что вы здесь делаете? Это так вы мне помогаете? Я что, должен просить у вас разрешения пойти в туалет? Это уже слишком Я целый день работаю, а вы ничего не делаете Вы правы, сестра, конечно, вы правы Вы отдохните, я за вас проработаю Ладно? Хорошо, пойду переобуюсь и вернусь А то ноги устали Хорошо, давайте сюда эту копилку Она очень тяжелая Так мне будет легче уговорить людей помочь бедным детям Ладно, я скоро вернусь Хорошо, сестренка Помогите Помогите бедным детям Помогите бедным детям Всем привет Ничего, если я присяду, милая Хорошо, я вспомнил, что посредством вы здесь собираетесь Дайте мне несколько фишек Ну что? Мне самому сосчитать, или вы сами сосчитаете? Посидишь со мной, дорогуша? Я ненадолго Вот это жизнь Начали? Он позвал тебя, чтобы поговорить об Иво? Да Но и спредник ему-то какое дело? Да нет, он хороший парень Его зовут Нестор Да, знаю Наверное, Иво попросил его уговорить тебя помириться с ним Надеюсь, теперь ему все понятно А что ты ему сказала? Что не люблю его И что не хочу его знать Милли, как ты можешь? Еще хуже было бы, если бы я дала ему надежду Да, правда Милли, мне это совсем не нравится Все-таки нам лучше отсюда уехать Нет Я никуда не поеду По крайней мере, пока Ведь этот дом – часть моей жизни, Глория Я должна сделать так, чтобы Иво оставил меня в покое Но ты сказала, что вы все выяснили Выяснили Но все равно я с ним поговорю И если у него еще осталась надежда, то я ее уничтожу Иво? Зачем стучаться, если ты все равно заходишь, мама? Прости, я не хотела тебя беспокоить Ничего Что ты хотела? Я хотела спросить Говорил ли ты с папой о нашем разводе? Твой развод касается только тебя И надеюсь, вы не будете меня вмешивать в свои дела И еще я хотела поговорить о Нестере Он хороший человек И я хочу Прожить остаток жизни с человеком, который Будет меня защищать Заботиться обо мне Любить меня Можешь не извиняться Не думаю, что я это делаю, чтобы досадить твоему отцу Вы с папой уже все сделали, чтобы испортить друг другу жизнь Так что уже поздно Хуже уже не будет Я даже не думал, что вы так долго проживете друг с другом Да, ты прав Подумай о себе И пусть папа живет своей жизнью Только не нужно вмешивать меня Хорошо Добрый вечер, Падре, проходите Спасибо, Бернардо Синьор Федерико дома? Падре Мануэль Какая неожиданность, что вы здесь Вы уже ужинали? Я волнуюсь А, знаю Можете ничего не говорить Сейчас угадаю Дамиан превратил приход в игорный дом Нет Я беспокоюсь за вашего родственника С самого утра он пропал И мы ничего о нем не знаем Я думал, может быть, он пришел сюда В эти минуты Он, наверное, загорает в бора-бора Он всегда мечтал побывать в экзотических местах Без денег он не мог уехать Скажите, где вы видели его в последний раз? Он помогал сестре Толстушке, то есть Каталине В двух кварталах от парка они собирали деньги для помощи детям Деньги? И у Дамиана был ящик для пожертвований? Да, конечно Тогда все ясно Извините меня Да? Бернардо, принеси мне записную книжку Дамиана Скажите Сколько денег было в ящике? Сестра Каталина говорит Он был полон Телефонная книга, сеньор Спасибо Мендес? Это Ди Карло Федерико Ди Карло Только не называй меня вслух Скажи Дамьян у тебя? Дамьян, иди сюда Конечно, спасибо Нет, не говори ему, что я звонил Не говори спасибо Падре Мануэль Вы не хотите прокатиться? Не волнуйся, мама Ты уверен? Конечно Я не вмешиваюсь в твою жизнь А ты в мою Ива, прошу тебя Хорошо, что вы вместе Чтобы мне не повторяться Чего тебе надо? Я уже устала от вашего сына, сеньора Скажите ему, чтобы он прекратил меня преследовать Потому что я не сексуальный объект Субтитры сделал DimaTorzok Пас Увеличиваю ставки Выиграю я или нет? Конечно, выиграешь, милый Выиграешь Я бы не сказал Не сказал бы? А что ты скажешь об этих королях? Вот это жизнь Ну что, красавица Любишь победителей? Обожаю А вот и наш брат Дамиан У этого человека прямая связь с дьяволом Они же кровные братья, падре Твой ход? Ходи А когда будет мой ход? Падре Сын Падре Смотрите, сколько денег я заработал для детишек Это греховные деньги Какая разница, как я их заработал, падре? Нельзя быть таким разборчивым в наше-то время Или ты идешь в монастырь Или прямым ходом за решетку Обратно в монастырь Ему это невозможно Прошу вас, имейте жалость Все это ради бедняков Я в ваших руках Не в моих Дайте мне скорее уйти отсюда Прости меня, господи Это место Идем Думай, что говоришь Мой сын не может за тобой бегать Оставь ее Это ты все время за ним бегаешь Не надо, мама Это ты не даешь ему прохода Замолчи Нет, я не замолчу Она права Она же тебе нравится? Нет Что значит нет? Это была ошибка Доброй ночи, мама Сынок Спокойной ночи, мама Я тоже пошла спать Милли, подожди Послушай меня Мне очень стыдно за то, что сегодня случилось Понимаю, что поставил тебя в неудобное положение Но ты должна мне поверить Нестор никогда мне не говорил, что он собирался сделать Он думал, что я думал, что мы с тобой Прекрасно знаю, что он думает Значит, ты понимаешь, что я не имею к этому никакого отношения Я не хотел тебя беспокоить Обещаю, что я тоже не буду тебя больше беспокоить Милли, подожди Милли Пойдем в мою комнату Нет Почему? Не волнуйся, мы же друзья Мы же об этом договорились, правда Мне нужно тебе кое-что сказать Я думаю, друзьями нам не стоит быть Чего ты боишься? Ничего Я не буду тебя целовать? Нет Все равно я бы тебе не позволила Уже поздно Ну, убедились, падре? Если вы хотели поговорить Мы вполне могли бы поговорить у Мендеса Я бы сыграл еще партию Послушайте, Демиан Обратите внимание, что я не назвал вас братом У меня есть основания говорить с вами в этом доме Представляю, что вы хотите сказать Можно я вам сразу отвечу? Можно узнать, о чем вы говорите? То, что я сегодня увидел Является более чем достаточным доказательством Что вы неисправимы Простите? Велико терпение Господа и милость его Но не безгранична Вы выгоняете меня из монастыря? Это лучшее, что вы можете сделать И говорю это ради вашего собственного блага Вам нужно жениться Он опять ваш, Федерико Я же говорил, что ему это надоест Падре, вы так не можете Я искуплю свои грехи Ваши чеки ничем не обеспечены А Господь не банкир Вы меня понимаете? Доброй ночи Падре Спокойной ночи Федерико, прошу тебя Все, хватит, дорогой родственничек У тебя нет другого выхода Женись или попадешь за решетку Выбор за тобой Доброе утро Привет, Бернардо Где Милли? Милли? Да Конечно, сейчас Не делай этого, Бернардо Что? Прислуги не разрешается принимать здесь посетителей Бернардо Не мог бы ты передать Милагрос, что я ее жду? Да, сеньор? Я запрещаю тебе, Бернардо Простите? Господин должен понять, что это дом Федерико де Карло И что его примут только в том случае, если у него назначен визит Кем ты себя возомнила? Разве ты еще не знаешь? Странно Кажется, ты занимаешься разводом Федерико Скоро я стану хозяйкой этого дома Ты тоже должна кое-что знать Ты можешь быть любовницей Федерико, даже его женой Если вы с ним подпишите бумажонки Но все равно тебе всегда будет далеко до сеньоры Будь осторожна, будь со мной очень осторожна Передай Милагрос, что я жду ее на кухне Хорошо, сеньор? Рамон, что? Зачем мы создаем здесь шторм? Ну ты же сам видишь, это контроль качества Контроль качества? Ну конечно, если лобовое стекло пройдет этот контроль То оно выдержит самый сильный шторм Вообще, отстань от меня, я работаю Дон Пепе Дон Пепе Что случилось? Дайте мне денег на обед Никакого обеда, потому что у нас нет денег Но я хочу есть Петь? С какой стати ты будешь петь? Можете здесь подержать, Дон Пепе Осторожно, будь осторожен Я должен что-то придумать Ладно Ладно, пожалуйста Спасибо Надеюсь, тебе понравится Спасибо Что ты здесь делаешь? Милли, я к тебе У тебя что, склероз? Я же сказала, что не хочу тебя больше видеть Прости, я сказал ужасную вещь Хуже, чем ужасную Хуже ты не мог ничего сказать, Серхио Я думала, ты не такой А оказалось, что ты такой же, как и все Нет, я не такой, как все Такой, такой, только и знаю, что болтать Это свело меня с ума Что свело тебя с ума? Между нами ничего нет Я знаю, знаю Знаю, знаю и... Дело в том, что женщина никогда не забывает своего первого мужчину Видишь, ты такой же, как и все Для женщины главное, ты не первый, а единственный Да, как слышал Мы мечтаем о первом мужчине Но помним только одного Мужчину нашей жизни С которым готовы прожить всю свою жизнь Но найти его очень трудно Потому что большинство мужчин, такие, как ты Все понятно Про тебя Ты такой же, как и все И какой я? Дурак, идиот, самоуверенный мачо Думаешь, что можешь... Прости, я расстроена Да нет, все в порядке Это я должен просить у тебя прощения Давай сделаем так Простим Друг друга И все Ну, какой километраж у этого велосипеда? Не знаю Сейчас посмотрим Шины Шины не очень Тормоза Да ты мог разбиться в любой момент Ладно, обещаю тебе скидку Сколько? Десять песо Слишком дорого Семь песо Все равно дорого Пять песо И это мое последнее предложение Ладно Я тебе заплачу компьютерной игрой Она, правда, отличная Конечно Ну, я пошел Какой же я отличный бизнесмен Да ладно тебе, Аранда Ты и так передо мной в долгу Не можешь же ты мне отказать Ты хозяин ресторана У меня много друзей среди политиков Так что я им порекомендую почаще у тебя бывать Вот это другое дело И еще благодарить меня будешь Ладно, до встречи Пока Итак, все готово Пригласи сегодня мою дочь на обед И выстоять себя дураком Веселее, Рокки Веселее Не можешь же ты пойти на попятны Помни, что все это ради того, чтобы женщина, которую ты любишь, была счастлива Лучше начинать постепенно Говорил я вам, что у меня земля в Уругвая Правда? Ну, не то, чтобы много земли Что-то около полугектара Нет, побольше, если считать цветочные горшки Правда, полгектара? Да, имейте в виду, там очень удобно Звучит неплохо Телефон еще не подключили, но я уже подал заявку Хорошо Еще у меня есть молоко У тебя ферма? Нет коровы У нее такое большое вымя, что ее молоко пьет целый район Пусть войдет, Андреа Хорошая корова Хорошо И на нее у меня есть акции Правда? Эта корова целое состояние Что происходит? Мою корову зовут Аврора Привет, корове Авроре Пока Пока, пока Привет, корове Катиланочек, ты вернулся Успокойся, не забывай о священнике Хватит врать Федерико сказал, что ты вернулся, чтобы жениться Не надо меня целовать, соблюдать дистанцию, у меня корь Я переболела корью в детстве Ну что, все равно ты можешь заразиться Я расскажу всем, что мы женимся И сегодня же назначим дату свадьбы Ой, как мне плохо Ужасно болит голова, просто раскалывается Спокойно, котеночек И будь осторожен с корью Иногда она дает осложнение, особенно для... Сейчас приду Я видела тебя Хватит прятаться Значит, ты вернулся Нет, я не вернулся, меня привезли А это не одно и то же Чтобы жениться? Не напоминай мне об этом, а то у меня раскалывается от этого голова Федерико сказал, что ты женишься Хватит повторять одно и то же, а то у меня бросает жар Почему вдруг всех начал волновать этот вопрос? Сестренка, ты послушай Да Хочу сделать тебе одно предложение Нет, лучше не надо Нет, это очень простое предложение Ну, какое? Очень тебя прошу, ты единственный Оставь меня, пожалуйста, в покое Только ты можешь меня спасти Не преувеличивай Я не преувеличиваю, ты меня выслушаешь Хочу сделать тебе предложение Какое? С сегодняшнего дня изменится вся твоя жизнь Абсолютно вся Хорошо Я слушаю тебя Слушай Итак О чем ты хотел меня спросить? У меня маленькая просьба Малюсенькая Когда у женщины малюсенькая просьба Значит, это связано с большими расходами Так мы переедем в твой дом Я подумала, может быть, ты оставишь квартиру Марине? Нет Почему? Нет, значит, нет Я не понимаю Разрешить Марине переехать сюда Все равно, что пустить сюда Пабло Ну и что? Проси все, что хочешь Но не надейся, что я чем-нибудь помогу своему брату Господи, как мне все это надоело Избавишься ты когда-нибудь от злобы и ненависти Я не понимаю Флор Что? Ты правда думаешь, что будешь со мной счастлива? Да, конечно А ты так не думаешь? Здесь сказано, что я передаю тебе все свои акции нашей фирмы А ты, в свою очередь, сделаешь все, чтобы Федерико не посадил меня за решетку А как же ты? Если ты отдашь мне все свои акции, ты останешься без источника дохода Не волнуйся, у меня еще осталась дискотека Одно удовольствие иметь с тобой дела А еще приятнее получать обратно то, что ты у меня украл Ну не будем ворошить прошлой сестренкой Давай радоваться сегодняшнему дню Забудь о Федерико Можешь на меня положиться Большое тебе спасибо Бонифасио? Говорит Дамиан Рапало Эти чернила, которые ты мне продал Когда они исчезают? Неважно, главное, что исчезают Спасибо тебе Спасибо, Бонифасио Отличное изобретение И что это такое? Мой новый бизнес Новый бизнес? А кто разрешил? На вас нельзя положиться Нет, 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 подожди Деньги у нас будут... Чей велосипед? Клиента Где этот клиент? Да вон он, скройся, исчезни Привет Велосипед готов? Нет Здесь еще полно работаем Нужно заменить переключатель Скоростей, сиденья, покрышки Цепь, педали Так что, тебе придется добавить Это ты его сломал? Я? Да, ты Я сейчас приведу сюда своего папу Ну и что, не боюсь я твоего папу А мой отец тебе покажет Это мой отец сделает из тебя котлету Пап, иди сюда Что случилось? Мой отец покажет ему Нет, это мой отец сделает из него котлету Подождите, кто мне покажет? Мой папа Шел бы ты с твоей папой Приводи сюда папу, маму, тетю и дядю Точно Кем он себя возомнил? Мы еще это посмотрим Да Вот мой папа Это он сказал, что сделает из тебя котлету Разрешите? Минутку, пожалуйста Я вас провожу сюда Да Сеньор, к вам пришел сеньор Агир Проходите, пожалуйста Разрешите Да, сеньор Что хотят, то и делают Бернардо Да Зачем пришел этот тип? Не волнуйся, он к хозяину Успокойся Мне нужны еще деньги Я вам уже заплатил Да, но мне нужно еще Придется заплатить еще А если нет, то я расскажу вашей матери, что нашел отца девушки, то есть вас Ну, я не знаю, как отреагирует ваша мать на то, что ее внучка живет в этом доме Мерсавец Простите, хозяин Вас просит зайти Донья Она в своей комнате Сейчас приду Она сказала, что это очень срочно Она сказала, что это очень срочно Можете не беспокоиться за этого господина, я его займу Нет, в этом нет необходимости, я уже закончил Итак, сеньор Ди Карло, я уже сделал свой ход Теперь ход за вами Буду ждать до завтра И если вы не позвоните То шахамат Сеньор, Донья сказала, что вы ей срочно нужны А сеньора я провожу Хорошо Постойте Да Что вы делаете? Сегодня я в плохом настроении Можно даже сказать, у меня поехала крыша И я могу выстрелить вам в сердце или пониже живота Вы шутите Нет, не шучу Донья уже знает, что я ее внучка И так как она это знает То хватит шантажировать Моего хозяина Прекратите это Пожалуйста Никаких, пожалуйста, убирайтесь отсюда Пистолет опустите Никогда больше здесь не появляетесь Поняли? Понял, понял Милли, что ты здесь делаешь с пистолетом? Кто этот тип? Кто он? Один бывший друг твоего дяди Думаю, он больше не будет его беспокоить Значит, они разводятся Да, но это еще не все Луиза хочет, чтобы ее представлял я И так как они обо всем договорились То я хочу, чтобы ты представлял Федерико Так они сэкономят деньги и облегчат нам работу Хорошо Но я бы не удивился, если бы узнал, что между ними конфликт Не думаю, что они разведутся по-хорошему Нет, ты ошибаешься Федерико де Карло скандал не нужен Возможно Кстати Поговорим о другом О чем? Как у тебя дела с девушкой? С Мелагрос? Да Мне она нравится Будешь уговаривать меня жениться? Нет, больше не буду Хотя был бы не против Она хорошая девушка Хорошая партия Впервые слышу, чтобы служанка считалась хорошей партией Ты прав Но она не такая, как все Знаю, далеко не такая Именно Она тебе нравится Очень До такой степени, что ты готов просить ее руки Да? Как ты, старомодин В наши дни уже не принято просить руки А жаль Красивый обычай К тому же Быть джентльменом Не означает быть старомодным Все дело в том У кого Что? У кого? У кого я должен просить руки Мелагроса У Ангелики, конечно У девушки же нет отца Я бы так не сказал Держи Матэ тебе поможет Матэ, хватит шутить Я даже рта не могу раскрыть Пойду лучше отремонтирую велосипед Пока не вернулся тот медведь И не побил всех нас Есть у вас деньги на обед Погоди у меня Успокойся Он же ребенок, Рамон Я-то в чем виновата Что его отец оказался таким зверем Мне нужно было кусать его за ногу Я же хотел тебе помочь После этого он совсем взбесился Смотри, кому сыновый клиент Идем Работать Милли Зачем ты сказала, что моя мать просит меня зайти? Разве нет? Нет А я думала, что просила Кстати Тот тип, который к вам приходил Сказал, чтобы вы не беспокоились Чтобы я не беспокоился? Да, сказал, что уезжает в Африку И больше не вернется Не понимаю Хозяин О чем вы с ним говорили? На вид он был настоящий гангстер Так, ни о чем Бернардо Да Помнишь того типа, который только что приходил? Детектив А что с ним? Если он еще здесь появится, дай мне знать А что случилось? Просто скажи мне Что-нибудь случилось? Хочу, чтобы он оставил папу в покое Не могли бы вы меня спасти? У меня спустило колесо А я очень тороплюсь Нет, не могу Ну прошу, пожалуйста Я шофер у девочки А здесь поблизости нет ни одного Машиномонтажа В том-то и дело У нас автомастерская, а не шиномонтаж Ну пожалуйста Ладно, только потому что ты с ребенком Не волнуйся Сейчас все будет в порядке Большое спасибо Гамуса Гамуса Принеси домкрат Если будут еще проблемы Любые проблемы С ремнем, свечами, зажиганием Всегда готовы тебе помочь Всегда У вас визитка есть? Все готово Сейчас, минутку Гамуса, давай, 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 давай Какой Гамуса? Ну все, я влип Его зовут Ива, а не Гамуса Мили Мили Объясни, что ты хотела сказать Бернардо, тебе нужно заняться спортом Посмотри на себя У тебя отдышка Хватит шутить И объясни, почему ты хочешь Чтобы детектив оставил в покое твоего отца Ты знаешь, кто твой отец? Бернардо, если бы я знала, кто мой отец То, думаешь, не плюнуло бы ему в лицо? Да, но ты сказала, что хочешь, чтобы детектив оставил его в покое Правда? Пусть перестанет его беспокоить Не хочешь, чтобы он его беспокоил? Да, не хочу больше его искать Мне и так хорошо Правда? Зачем мне отец, которому я не нужна? Пожалуйста, Лаура, прошу тебя Заткнись, врун Сейчас я тебе все объясню Ты не Ива Ты крыса Дай мне тебе объяснить-то Убери свои руки Раньше тебе нравилось, когда я к тебе прикасался Когда Ива ко мне прикасался, не Гамуса Да какая разница Посмотри в зеркало, увидишь Ну что, едем? Да, поехали, все готово Да, все готово Большое спасибо, приятно было познакомиться Лаура, пожалуйста, не уезжай Не хочу больше тебя ослышать, врун Поехали А это тебе за вранье Врунишка Чему-ка? Да Ты меня уже достал Проходи Чем объяснить этот вид? Тихо, тихо Я собираюсь просить руки, Мелагрос Что? Язык отнялся Я должен как можно скорее увезти Миле из этого дома Если она там останется, сойдет с ума Ты хочешь просить руки, Мелагрос? Ты это сказал? Правильно Я пришел рассказать тебе о себе и своей подруге А ты говоришь, что идешь просить руки, Мелагрос Сейчас я не могу с тобой говорить Уже опаздываю, мне пора Серхио Серхио Что? Что? Ничего Удачи Спасибо Ты серьезно? Конечно, серьезно Такими вещами не шутят Повтори это еще раз Как только я получу развод, мы с тобой поженимся Любимый Остановись Нас могут увидеть Лучше я сам открою Падро Вы сами открываете дверь А я был рядом К тому же у меня не одна рука Да, конечно Я хотел поговорить Здравствуйте, падро Как поживаете, сеньора Луиса? Прекрасно Мне нужно поговорить Рада вас видеть, падро Мне тоже очень приятно Мне бы хотелось Здравствуйте, падро Неужели вы пришли к моему отцу? Нет, 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 нет Боже, упаси Твой отец там, где должен быть Я пришел, чтобы Господи, зачем я пришел? Поговорить со мной? Да, конечно Поговорить с вами Присаживайтесь, падро Сегодня вы останетесь у нас на ужин Никакие отговорки не принимаются Хотите кофе, Бернардо? Если бы ты меня спросила Я бы тебе ответила Что уж лучше бы Марта осталась одна Чем выходить замуж за такого человека Думаю, этот подлец никогда не женится Услышал бы тебя, Господь Хватит болтать Приготовьте кофе для падро Мануэля Падро Мануэль здесь? Ну не в монастырь же я собираюсь Снести ему кофе Если Бернардо шутит Значит сегодня будет трудный день Трудный, нетрудный Но кофе должен быть уже готов Скорей Минутку Ничего, я сама его отнесу Падро Мануэлю Он говорит, что я преувеличиваю Мужчины никогда не делают ничего такого Как это ничего? Разве этого недостаточно, чтобы нас зарканить? Мачист Как жаль, падре, что вы не сможете их обвенчать Да, но главное, что они любят друг друга Привет, падре Как дела, Милли? Доктор Привет, Бернардо Как дела? Разрешите? Добрый вечер Серхио, вот так сюрприз Наверное, ты к Иву? Нет, на самом деле Я пришел просить руки Милагрос Как? Доктор пришел просить руки С лувшанки? Руки Милагрос, да? И у кого вы собираетесь ее просить? У ее отца На русский язык фильм озвучен по заказу РТР В 2001 году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова